Александр Грин Уважаемые пассажиры, просьба соблюдать спокойствие. Произошла авария, но в вашей жизни ничего не угрожает. Наш пароход «Муха» немедленно поворачивает к берегу, где вы сможете дождаться следующего парохода. Повторяю, вашей безопасности ничего не угрожает. Слышали, что сказал капитан? Все нормально. Да, хотя и трудно в это поверить. Тряхнул, а то будь здоров. Как мы испугались. Просим уважаемых пассажиров разойтись и сохранять спокойствие. Приносим свои извинения за задержку вашего пути и причиненные неудобства. Извинения. Очень мне нужны его извинения. Застрянем теперь в этой дыре. Что делать? И правда, что же делать? Ой, как не кстати. Ну и везучий же ты, ну, как всегда. Пароход причалил к берегу и погрузился килем в песок вдали от населенных мест. А когда следующий пароход, вы знаете? Да, когда мы сможем плыть дальше? Очевидно, скоро. Вот уж вряд ли. Расписания-то никакого нет. Всю ночь и весь следующий день люди взволнованно ожидали парохода, но ни вверх, ни вниз по течению не показывалось ни одного судна. По мере того, как вечер спешил к реке, розовея от ходьбы, порывисто дыша туманными испарениями густых лесов и спокойной воды, ног заметно приходил в нервное, тревожное настроение. Главное не привлечь к себе внимания. Тут все нервные, нех я один. Болтать поменьше это точно. Но как бы отсюда выбраться? Надо обследовать окрестности, попытаться найти лодку. Все лучше, чем сидеть на этой посудине. Впрочем, прежде надо подумать, хорошенько подумать. В таком же, но более откровенном и разговорчивом состоянии находилась Гелли, молодая девушка, ехавшая одна. Вглядевшись пристальнее в ее сосредоточенные, задумчивые глаза, нельзя было не заметить восхитительную свежесть и остроту впечатлений, сдерживаемых воспитанием и перевариваемых в душе с доверчивым аппетитом ребенка, не разбирающегося в вишнях и волчьих ягодах. Занятая одной целью, скорее попасть в город, Гелли, свойственной ее характеру деликатной настойчивостью, тотчас после аварии приняла все меры к выяснению положения. Простите меня, капитан, за навязчивость, но мне необходимо знать, когда можно будет продолжить путь. Видите ли, мне очень, очень нужно скорее попасть в Зурбаган. Зурбаган. Боюсь огорчить вас, дитя мое, но муху нам здесь не починить. А когда заблагорассудит явиться следующий пароход, сказать почти невозможно. По этой реке работает всего одно пароходство, и только четырьмя пароходами. А они отходят каждый раз по особому назначению. А от чего зависит это назначение? От настроения хозяев и состояния воды. Ах, водка. Видите ли, песчаное русло очень капризное. В этих местах давно не было дождей, и хозяева пароходов остерегаются пускать их по реке, опасаясь мелей. Так что запаситесь терпением. Капитан! Куда складывать мешки? Сейчас подойду. Не унывайте, милая девушка. Все образуется. Благодарю вас, капитан. Ну что ж, унынием тут и правда не поможешь. Надо выйти на берег, погулять и спокойно все обдумать. Да и дышаться среди зелени лучше. Да, пойду. В это время Нок сидел в каюте. Перед ним лежал раскрытый чемодан и револьвер. Мысли набегали одна на другую и мешали сосредоточиться. А если затаиться и ждать? Ха, ну конечно. А следующая посудина приплывет в свои физиономии, расклеенной по всем стенам, а разыскивается сбежавший каторжник. И тут вот он я, собственной персоной. Нет, уж такого праздника я им не устрою. Надо... Надо уходить. А вещи... Что? Вещи, вещи. Они в дороге, конечно, бы пригодились, но здесь это сразу вызовет подозрения. Любопытство. Ни то, ни другое тебе, старина, ни к чему. Чемодан задвинем поглубже. Так, с собой возьмем только револьвер и деньги. Кстати, сколько их сейчас? Раз, два, три, четыре, четыре, двадцать, двадцать, восемьдесят рублей. Ладно. Сколько на берегу пассажиров. Вот и славно все гуляют, и я прогуляюсь. Но только в противоположную сторону. Главное не сидеть, сложа руки. Ног направился глухой тропинкой вниз по течению. Он шел бы так очень долго, если бы, значительно удалившись от парохода, не увидал за песчаной косой лодку, почти приникшую к береговому обрыву. В лодке, гребя одним веслом, стоял человек почтенного возраста, подвыпивший в вязаной куртке, драных штанах, босой и без шапки. У ног его лежала мокрая сеть, на носу лодки торчали удочки. Вот так удача. Этот человек и не представляет, до чего, кстати, здесь очутился. Только о пароходе и взрыве говорить ему не следует. Здравствуй, старикан. Много ли рыб поймал? Это... Это вы здесь откуда? Какое явление? Простая штука. Я приехал с компанией, мы неделю охотились, и теперь скоро вернемся. Вот как. А впрочем, мне какое дело? Рыбы не купите ли? Рыбы... Нет, не хочу. А знаешь, вот что, пожалуй, продай-ка мне лодку. Лодку, говоришь? Вот террас. А как же я? Я их сам не делаю. Мне другую лодку взять негде. И к чему вам это посудено? Да так, нужно выкинуть одну штуку, очень веселую. Хочу подшутить над приятелем. Я говорю серьезно, а за деньгами не постою. Да ну? Правда? Не веришь? Да верю, верю, пожалуй. Странно. А те-то вроде прилично. Но вот так сразу. Мне бы подумать, взвесить, неторопливо, дильно. Ну что же, да или нет? Сейчас, сейчас. Вот назначу столько, что заскрепишь. Ну скажем, в четверо больше. Если богат, заплатишь. Назад я, видимо, отправлюсь пешком. А моей второй лодке тебе, идиот, знать нечего. Допустим. Деньги штука приятная. Да что ты там возишься? Да сеть, сеть запуталась. И подумать надо. Слишком долго думаешь, старик. Пожалуй, лодку я вам отдам. Так уж и быть. За пятьдесят рублей. Хорошо, беру. Тут и рассчитаемся. Я дурак. Собственно, что же это такое? Двадцать... Является какой-то неизвестный, сумасшачий. А я вылезаю из лодки, как из чужой, в ту же минусу. Нет, пятьдесят мало. Вот. Держи, здесь все. Я того. Раздумал. Мне так невыходно. Вот сто рублей, дело другое. Мошенник. Мне денег не жалко. Противна только твоя жадность. Бери восемьдесят и вылазь. Но если вы еще с дерзостями, никакой уступки. Ни одной копейки. Поняли? Я, милый мой, старший вас. Сто. И ни копейки меньше. Гели в эту минуту шла по берегу и случайно услышала торка лодки, проходя мимо прибрежных кустов. Очевидно, этот человек покупает лодку для продолжения пути. Как было бы хорошо, если бы он согласился довезти меня. Надо подойти. Нок, услышав легкие шаги сзади, мгновенно оборвал разговор. Что это ты завертелся, парень? Подожди-ка здесь, я скоро вернусь. У меня там пальто, проверю, хватит ли денег. А? Ну иди, иди, сынок. Я пока тут все сложу. Нок торопливо скрылся за кустами. Там он столкнулся с Гелли, которая, застенчиво улыбаясь, отводила рукой влажные ветви. Девушка на миг растерялась, увидев его неприязненное сухое лицо. Ну, конечно, это женщина. Почему удивляться? Ведь это их миссия становиться поперек дороги. Сейчас я ее сплавлю. Добрый день, а я как раз хотела... Очень прошу вас, не говорите громко. Я вынужден просить об этом в силу моих причин, при том никто не обязан выказывать любопытство. Извините, это вы говорили так громко о лодке. Я не знаю с кем, но я подумала, что могла бы заплатить недостающую сумму. Если бы вы купили сами, я все равно обратилась бы к вам с просьбой взять меня. Я очень тороплюсь в Зурбаган. А в чем дело? Вы очень самонадеянны, если вам кажется... Ни любопытство, ни грубость не обязательны. Я все поняла и ухожу. Постой, но как же деньги? Простите, прошу вас, подождите, пожалуйста. Хорошо. Вы можете ехать со мной. В таком случае доплатите недостающие 20 рублей. У меня правда не хватает, но предупреждаю вас, не взыщите. Я человек мрачный и не кавалер. Со мной едва ли вам будет весело. Уверяю вас, я не думала об этом. Вот деньги возьмите, а вещи... Не берите их. Как же быть с ними? Пошлите письмо в контору пароходства с описанием вещей. Требуйте их наложенным платежом. Все будет цело. Но плед... За пледом, пожалуй, сбегайте. Но только быстро и никому ни слова, слышите? Ни четверти слова лодки. Так нужно. О нет, благодарю, благодарю вас. Я скоро. Жду вас здесь. Гель скрылась, не чувствуя земли под ногами от радости. Слово «простите» сняло нахлынувшую было обиду. К тому же незнакомец явно торопился уехать, и это оправдывало его резкость. Конспиративная обстановка отъезда также не смутила девушку. Она объяснила ее нежеланием перегружать лодку лишними пассажирами. И хотя Гель знала, что оставаться наедине с мужчиной, и еще при таких исключительных обстоятельствах, как пустыня и ночь, считается опасным в известном смысле, но в душе она глубоко не верила этому. В случае подобного рода Геля считала возможными лишь где-то очень далеко, за невидимым ей кругом текущей жизни. Эй, господин охотник! Я-то тут, а вы-то где? Тут же! На, старик, получай свои денежки. Я взял из пальто твою мзду. Ага, а это дело. Ага, отлично. Ну и один же стаканчик водки бы старому попил, все, а. Вот, вытряхнули старика из лодки, да еще с больными ногами, да еще... А это неплохой способ спровадить старикана так, чтобы он не заметил женщину. Хочешь, вступай вон по той лужайке, пересеки ее и подайся от берега прямо в лес. Там скоро увидишь костеры наших, скажи, что я велел тебе дать не один, не два, а три стаканчика водки. А они поверят мне? Ха-ха, еще бы. Сошлись на меня и дело в шляпе. Ага. Действие этого небрежного предложения оказалось чудесным. Старик, помолодев вдвое, поспешно свернул сеть, взвалил ее с сумкой и удочками на плечо и, подмигнув ногу, бойко прыгнул в кусты. Ног стоял на том месте, где говорил с Гелли. Через несколько минут, задыхаясь от поспешной ходьбы, она явилась. Плечи и голову ее окутывал серый плед. Я старалась быстрее. Садитесь же, садитесь. Вам руль мне вез, умеете? Да. Хорошо, поехали. Вот тебе и романтика, Ног. Впрочем, твоему мертвому сердцу безопасны даже полчищи Клеопатры. И вообще, о сердце следовало бы забыть всем. Когда молодые люди тронулись в путь, уже стемнело. Все дневные звуки скоро утихли, и ровный, значительный в темноте блеск весел стал единственным одиноким звуком речной ночи. Ног несколько повеселел от того, что едет, удаляясь от парохода и вероятной опасности. С присутствием женщины его примеряло господствующее положение. Это слегка сглаживало обычную, холодную враждебность Нога к прекрасному полу. Какая тишина вокруг. Как вас зовут? Гелли Сот. Допустим. Не надо так дергать рулем. Вы различаете берег? Очень хорошо. Держите гелли все время сожжения в двадцати от берега, параллельно его изгибам. Если понадобится иначе, я скажу. Ах ты! Что случилось? Да, без лом зацепил, а подводный древесный лом. Однако, как ожесточенно он вскрикнул. Что-то у него на душе. Резкий он. Может, я его чем-то разозлила? Или он что-то задумал? А ведь я совсем не знаю, кто этот молодой человек. Как могла я довериться ему хотя бы ради отца? Я даже не знаю его имени. Неужели теперь весь путь мне предстоит провести в постоянном страхе? Десятки страшных историй ожили в напряженном воображении гелли. В это время ног, выпустив весла, зажег спичку и засопил трубкой. В свете огня девушка жадно рассмотрела его лицо. Лицо, как лицо. И даже красивое, простое лицо. Ой, да нет. Мне бояться нечего. Вы так вздохнули, как будто миновали опасность. О чем вы думали? О том, что я вас совсем не знаю. Странно, что вы не подумали об этом раньше. Мое имя Трумвик. Да, Трумвик. Так меня зовут. Долго ли мы проедем? Меня заставляет торопиться болезнь отца. Младшая сестра Анна написала мне, чтобы я поскорее приехала. Масса обстоятельств. Впрочем, я вовсе не хочу вас подгонять. Я просто объясняю причину спешки. Так как я тоже тороплюсь, то знаете, что в моих интересах увидеть Зурбаган не позднее, чем послезавтра утром. Так и будет. Отсюда до города не больше стоверст. Благодарю вас. У меня есть несколько бутербродов и немного сыру. Так как достать негде, вы... Я тоже взял коробку сардин и кусок хлеба. Мне хватит. Все они материалисты, эти женщины. Разве я сейчас думал о бутербродах? Нет. Я думал о вечности. Река ее течения. Символ вечности. И что еще? Ведь о чем-то я еще думал. Ах да. В своем прошлом, будь оно не ладно. А в прошлом этом был грязный роман, тюрьма, решение упиваться гордым озлоблением против людей, покинуть их навсегда, если не телом, то душой. Теперь ног признавал только одну любовь. К мечте. Верной и нежной спутнице исковерканных жизней. Волнение мысли передавалось его мушкулом, и он греб, как на гонках. Лодка, сильно опережая течение, шумно вспахивала темную воду. Все-таки, до чего интересно и необычно то, что сейчас со мной происходит. Буду удивиться отец, когда я расскажу ему обо всем. О взрыве, о переживаниях, расскажу, как я плыла в лодке с незнакомым человеком, и мне казалось, что это не я, а какая-то другая женщина. Например, героиня романа. Но только с моим именем и вообще точно такая, как я. Леса, охота, опасность, и все будет в этой книге. Ой, господи, ну какая же я легкомысленная. О чем думаю? Первое, что сделаю, когда приеду, заменю папе доктора. А то этот небрежный и глупый человек использует отца, обирает его, а ничем не способен помочь. Даже Анна это понимает. И вообще наведу порядок, разберу лекарства, все, все улажу. Конечно, им там без меня тяжко. Но как есть хочется. А сказать неудобно. Да и боюсь я этого Трумвика. Сердится за любую малость. Но уже ли он не голодный? Такой крупный мужчина. Закусим. Оставьте руль. Мои сардинки еще не высохли, так что берите. Нет, благодарю. Вы сами. У меня же есть бутерброды. Девушка, кутаясь в плед, тихонько ела. Несмотря на темноту, ей казалось, что этот странный Трумвик насмешливо следит за ней, и бутерброды стали невкусными. Гелли поторопилась кончить есть. Ее попутчик продолжал еще мрачно ковырять в коробке складным ножом, и Гелли слышала, как скребет железо по жести. В их разъединенности, ночном молчании веки и этом полуголодном скрипе неуютно подкрепляющегося человека было что-то сиротское, и Гелли сделалось грустно. Ночь, кажется, не будет очень холодной. А? Да, наверное. А пароход теперь остался отсюда далеко. Да. И слава богу. Надо посмотреть, сколько времени. Дайте-ка спички, вон они. Держите. Уже наверняка далеко за полночь. Благодарю. Сейчас ночи. Вы, если хотите, можете спать. Но как же руль? Я умею управлять веслами. А от вашего управления рулем мы скоро на мель сядем. Вообще, я хотел бы, чтобы вы меня слушались без объяснений. Я гораздо старше и опытнее вас, и знаю, что делать. Можете спать. Вы очень добрый, Трумвик. Хорошо, я усну. Если нужно будет, пожалуйста, разбудите меня. Само собой. Неужели она думает, не разбужу? Ясно, что разбужу. Здесь не гостиная. Как они умеют опутывать паутины. Вы очень добры. Благодарю вас. Не находите ли вы. Это все инстинкт пола, бессознательное, к мужчине. Да. И хватит засорять голову пустяками. Прежде всего, нужно решить, ехать в Зурбаган на лодке или высадиться ради безопасности версты за четыре от города. Скорее всего, сведения о покупке лодки за бешеные деньги, об иллюзорной юсовой водке и мои приметы вполне могли за двое суток стать известны в окрестностях. Все так. Но зато какой я молодец, что догадался взять девчонку, а не отказал ей. Наше путешествие со стороны выглядит семейной прогулкой. И кто подумает, глядя на нас, что я есть разыскиваемый каторшник? Она невольно помогает мне. Надо быть к ней терпимее. Вы спите, Гелли? Ответом ему было нечто среднее между вздохом и сонным шепотом. Карма на фоне менее темным, чем лодка, казалась пустой. Гелли, видимо, спала, и ног, чтобы посмотреть, как она устроилась, зажег спичку. Девушка, завернувшись в плед, положила голову на руки, а руки на дек кормы. Видны были только закрытый глаз, лоб и висок. А каймленные тяжелыми темными волосами все вместе представлялось пушистым комком. Ну и довольны они. Когда женщина спит, она не вредит. Ночь-то какая хмурая, величавая. Смотрит своими жгучими глазищами и видит тебя всего насквозь. Что тебе сказать, он ночь? Если я уцелею, то уж поверь, заживу. Заживу как надо. Я уж сумею оградить свою жизнь от всяких там самообманов, увлечений, раскаяний. Прежде всего нужно быть одиноким. Совсем одиноким. Только одиноким. Что-что, а уж людей я прекрасно изучил, особенно женщин. Женщин, я заставлю свое сердце молчать и встречу конец дней возвышенной грустью мудреца, знающего все земные тщеты. Только было выбраться из этой передряги. Как думаешь, выберусь? В этом плеске воды мне слышится утешение. А может ты говоришь со мной, как доктор, увенчанный славой и сединами, который обходит палату безнадежно больных и сдержанно улыбается? Да-да, говорит бодрый вид доктора. Конечно, вы находитесь здесь по недоразумению. И все вообще-то обстоит прекрасно. А сам ясно видит все язвы и все сокрушения. И мало думает о больных. Думать о приговоренных беспалюжных. Они ему не компания. Слушай, а оно весьма точно это сравнение. Ты не находишь? Тем временем ночь пошла на убыль, и скоро ног стал ясно различать фигуру все еще спящей Гелли. Пора будить этого будуарного человека. Смотри-ка, пальцы аж распухли от весел, и ладони горят. Надо дать рукам отдых. Да и не рискну я ехать дальше, пока не стемнеет. До Зурбагана оставалось сорок с небольшим верст. Верхние листья береговых кустов затлелись тихими искрами. Река яснела. Влажный ветерок разливал запах травы, рыбы и мокрой земли. Девушка сладко спала и во сне улыбалась чему-то. Ног направил лодку к песчаному заливчику. Лодка, толкнувшись, остановилась. Это вы? Странно, вы мне снились. Но совсем-совсем при других обстоятельствах. Как будто... Сны глупая штука. Мне это совсем неинтересно, можете не продолжать. Да, да, конечно. Ах, как я отдохнула. Всю ночь спала. Я даже не сразу поняла, что мы едем. Все забыла. Ее волосы растрепались. Воротник блузы смялся, приняв взъерошенный вид. Плед спустился к ногам. Одна щека была румяной, другая бледной. Кажется, мы прилично продвинулись. Вы, наверное, очень устали. Нам осталось проехать не более того, что позади нас. Теперь мы остановимся, не тронемся, пока не стемнеет. Вы правы, я устал, пора отдохнуть. Да, да, конечно. Вылезайте, Гелли. Умывайтесь или причесывайтесь, как знаете. И позвольте мне булавку, если у вас есть. Я хочу поймать рыбу. В этой дикой реке рыбы достаточно, а нам необходимо подкрепиться. Гелли погладила рукой грудь. Булавка нашлась как раз на месте одной потерянной пуговицы. Она вынула булавку, и края кофточки слегка разошлись, приоткрыв край белой рубашки. Заметив это, Гелли смутилась. Вот, возьмите. Хорошо, что булавка железная. Ее легко гнуть. Стальная сломалась бы. Простодушная близорукость этого замечания вернула Гелли душевное равновесие. Они вышли из лодки. Пойду вырежу удочку. А я пока умоюсь. Ног скрылся за кустами. Гелли, плеснув из горсточки на лицо воды, вытерлась платком и, поправив прическу над речным вздрагивающим зеркалом, поднялась к вершине берегового холма. Здесь она решила собраться с мыслями. Но мысли вдруг разбежались. Потому что занялось и блеснуло перед ней такое жизнерадостное, великолепное утро, когда зелень кажется садом, а люди в нем детьми, прощенными за какую-то шалость. Солнечный шар плавился над синей рекой, играя с пространством легкими, дрожащими блесками, рассыпанными везде, куда направлялся взгляд. Ног вышел из кустов с длинным прутом в руках. Гелли хотела быть, как всегда, сдержанной, но против воли сияла в бессознательном оживлении. Чему это вы так радуетесь? Посмотрите, какое дивное утро! Красота такая, что глазам больно! Смотри-ка, разнежилась. Уж не воображает ли она, что я попался на эту нехитрую удочку? Что я буду ахать и восхищаться, что я раскисну под ее взглядом? Девчонка! Извините, но ваши восторги мне непонятны. И затем, пожалуйста, не кричите, я хорошо слышу. Я не кричала. Я всего лишь поделилась с радостным ощущением. Если вам это так неприятно, простите. Ничего. Незаслуженная явная грубость расстроила девушку. Желая пересилить обиду, Гелли спустилась к воде, тихо напивая что-то, но, опасаясь нового замечания, умолкла совсем. Но в слотке удил рыбу. Он положительно меня ненавидит. Должно быть, за то, что я напросилась ехать. Впрочем, это его право. Я действительно нескромно повела себя вчера. Надо объясниться. Вы напрасно сердитесь, Трумбик. Не будь отец болен, я не просила бы вас взять меня с собой. Поэтому представьте себя на моем месте и в моем положении. Я ухватилась за вас по неволе. Это вы о чем? Отойдите, Гелли. Ваша тень ложится на воду и пугает рыбу. Не я, впрочем, виноват, что ваш отец болен. И вообще, моя манера обращения одинакова со всеми. О, клюет. Рыба! Рыба большая! Да, не маленькая. Толстая, тяжелая, фунт три. Мы ее зажарим сейчас. Нок подтолкнул лодку к берегу и бросил рыбу на песок. Затем, осмотревшись, стал собирать валежник и обкладывать его кучей. Но валежника набралось немного. Гелли, стесняясь стоять без дела, тоже стала отыскивать сухие ветки. Порывисто с напряжением и усердием совала она ногу, наломанные ее исколотыми руками крошечные прутики величиной в спичку. Нок, выпотрошив рыбу, поджег хворост и, став на колени, раздувал хилый огонь, не жалея легких. Огонь разгорался неохотно, повалил густой дым. Скоро, поблизости уха, ног услышал второе, очень старательное, прерывистое дыхание. Гелли, упираясь в землю кулачками, сжатыми в них щепками, усердно вкладывала свою долю труда. Дызгел глаза, но, храбро прослезившись, она не оставила своего занятия даже и тогда, когда огонь, отрепнув и заворчав, крепко схватил хворост. Выждав, когда набралось побольше углей, ног разгреб их на песке ровным слоем. Нести рыбу! Вы догадливы, Гелли, давайте ее сюда. Вот. Так, отлично, теперь ровненько ее ложим, вот так. А я пока сделаю из листьев блюдо. Скоро оно сгоревшее с одной стороны, но аппетитное с другой, было извлечено ногом и перенесено на блюдо. Красиво! Главное, чтобы было съедобно. Жаль, соли нет. Ешьте, Гелли, голодными мы недалеко уедем. Я знаю это, спасибо. Нам повезло, что рыба попалась такая толстенькая. Не сама же она прыгнула в наш костер. Это благодаря вам, Трубник. Ерунда. Места дикие, рыба тут навалом. И вы бы справились. Без удочки? Да ладно вам. Ешьте, ешьте, не отвлекайся. Съев свою порцию, Гелли затасковала по дому. Ей вдруг стало невыносимо грустно. Как дикой пустынной вокруг. Хоть и ослепительно красиво. И это тишина берега, на котором я будто в плену. Здесь совсем теряется ощущение времени. И сто, и тысячу лет назад такими же были эти река, песок, камни. О, вот мы и подкрепились, отлично. Пойду спрячу лодку под кустами. Гелли молча наблюдала, как он спрятал лодку, а потом набил и закурил трубку. Как мельком взглядывая на спутницу, хмурый и тягостно улыбался. И странное недоверие к реальности окружающего моментами просыпалось в ее возбужденном мозгу. Ей хотелось как можно скорее продолжить путь. Ну вот, теперь можно отдохнуть. Вы хотели заснуть, Трумгет? Я вам мешаю? В чем? Я, кажется, ничего не собираюсь сделать. Да и не могу, раз вы заявили, что поедете в сумерки. Я ведь не женщина. Меньше сна или больше для меня безразлично. Если я вам мешаю... Я уже сказала, что нет. Это я, должно быть, позвольте сказать, прямо мешаю вам в чем-то. Тогда не надо было ехать со мной, потому что вы все нападаете на меня. Ого! Кажется, ты получил отпор ног. Смотри-ка, как вспыхнули ее глаза. Как бы не расплакалась теперь. И тогда ты лишишься последнего своего козыря. Презрения. Ну же, давай, принимай меры. Может быть, я вас и задел чем-нибудь, Гелли. Даже, наверное, задел, допустим. Но задевать вас, именно вас, я, поверьте, не собирался. Скажу откровенно, я отношусь к женщинам весьма отрицательно. Вы женщина. Если невольно я перешел границы вежливости, то только поэтому. Личность, отдельное лицо, вы или другая. Для меня все равно. В каждой из вас, я вижу, не могу не видеть представительницу мирового зла. Что? Да. Что вы сказали? Да. Женщины, мировое зло. Женщины? И вы думаете, что все женщины... Решительно все. А мужчины? О, чисто женский вопрос. Что о мужчины? Мужчины, могу сказать, без хвостовства. Начало творческое, положительное, созидательное. Ага. А мы, значит, разрушительные. Да, да, разрушительные. Именно разрушительные. Вы очень точны в определениях, Гелли. Благодарю вас. Не стоит. Но, послушайте, Трумвик, послушайте, это дерзость, но не думаю, что вы говорите серьезно. Это обидно, в конце концов. В чем же мы показали себя с такой черной стороны? Вы неорганизованная стихия. Злое начало. Какая стихия? Ну, какая... Половая стихия. Физиологическое половое начало переполняет вас и увлекает нас в свою пропасть. Ну, об этом я говорить не буду. Я не судья об этом. Почему? Глупо спрашивать. Вы отказываетесь продолжать разговор, да? Думаю, да. Ох, 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 какие мы жеманные и чопорные. Говорить на такие темы, что вы, что вы, это ниже достоинства женщины. Дело не в этом. Я сама еще не женщина. Поэтому, наверное, было бы много фальши, если бы я пустилась рассуждать о физической стороне. Говорите, и я, может быть, пойму все-таки и скажу, согласны с вами или нет. Тогда знайте, что так как все интересы женщины лежат в половой сфере, они уже по тому самому ограничены. Кроме того, все они мелкие, лживые, суетные, тщеславные, хищные, жестокие и жадные. Всего-то? Да, только и всего. Далее Нок потревожил Гартмана, Шопенгауэра, Ницше и в продолжении получаса рисовал перед присмиревшей Гелли мрачность картины будущего человечества, если оно, наконец, не предаст проклятию любовь. Что такое-то ваша любовь? Это вечный обман природы. Ее следовало бы давно сдать в архив, а романы сжечь на кострах. Ну, что же тогда останется? Пустота. А может, пустота и лучше. В ней, по крайней мере, не будет боли и страданий. Вы гели еще молодые, но когда у вас проснется женщина, она будет ничем не лучше остальных розовых хищниц вашей породы, высасывающих мозг, кровь, сердце мужчины и часто доводящих его до преступления. Ну, как же так, Трумвик? Если вы правы хоть наполовину, то жизнь впереди ужасна. Неужели я против воли сделаюсь змеей, ехидной, носительницей мирового зла? Увы, Гелли. Сами вы, конечно, этого не заметите. У Шекспира есть, правда, леди Магбет. А есть также Юлия и Афилия. Ой, неврастенические самки. Гелли прикусила язык. Она чуть было не сказала, я познакомила бы вас с мамой, не умри она четыре года назад. И теперь благодарила судьбу, что злобный ярлык самок миновал дорогой образ. У нее пропала всякая охота разговаривать. Собеседник ее, впрочем, этого не заметил. У меня был приятель. Он безумно полюбил одну женщину. И вообще верил в людей. Но эта пустая особа любила только роскошь и мотовство. Она уговорила его совершить кражу. Этот молодой человек был так уверен, что его возлюбленная тоже сошла с ума от любви, как и он. Он, что взломал кассу патрона и передал ей деньги. И что же? Она уехала одна, а я... Вы? То есть он. Он попал на Катарбу. Он и теперь там? Да. Вам его жалко, конечно. И мне жалко, поскольку ясно, что человек этот не виноват. Кто же виноват? Конечно, она. Но ведь кражу совершал он. Он сильно любил. И я бы его не осудила. В отличие от вас, Трунвик, я уважаю это чувство. Догадалась или не догадалась? А, черт, мне в сущности все равно. Она, конечно, подозревает теперь, но не посмеет его спрашивать. А мне более ничего не нужно. Я заснул. Устал смертельно. Да, засните. Солнце высоко. Ног улегся в тени Явора, закрыл голову от комаров пиджаком и скоро уснул. Во сне, как бы ни было это странно и противно его мнениям, но так согласно человеческой природе, он видел, что Гелли подходит к нему, сидящему сзади, и нежно прижимает теплую ладонь к его глазам. Его чувства при этом были странной смесью горькой обиды и нежности. Сон, вероятно, принял бы еще более сложный характер, если бы ног не проснулся от нерешительного мягкого расталкивания. Эй, Трунвик, проснитесь. А, что? Что? Что такое? Открыв глаза, Ног увидел будившую его Гелли, и последнее прикосновение ее руки слилось с наивностью сна. Простите, я разбудила вас, но нам пора ехать, уже стемнело. Да, действительно, уже вечер. Идите к лодке Гелли, я сейчас... Около часа они плыли, не разговаривая. Подул порывистый встречный ветер, вода взволновалась, грести становилось все труднее. Передайте мне весла. Трунвик, вы отдохнете. Весла тяжелые. Ну, что за беда. Если окажусь неспособной, прошу прощения. Дайте, дайте. Как хотите. Пускай гребет. В самом деле. Голосок-то у нее стал потверже. Это сбить надо. Они пересели. Ног услышал медленные, неверные всплески, ставшие постепенно более правильными и частыми. Гелли еле удерживала весла, толстые концы которых ежеминутно грозили вырваться из ее рук. Ноги девушки беспомощно скользили по дну, и с каждым взмахом весел тело почти съезжало с сиденья. Руки и плечи девушки заболели сразу, но не это. Ни болезненное сердцебиение, вызвавшее холодный пот, ни тяжесть и мучительность судорожного дыхания не принудили бы ее сознаться в невольной слабости. Не менее получаса Гелли выносила эту острую пытку и под конец двигала веслами машинально, как бы не своими руками. Но, мрачно думавший о своем, встрепенулся и прислушался. Весла ударяли в разброд слабыми, растерянными всплесками, почти не двигая лодку. Возвращайтесь-ка на свое место, Гелли, довольны. Она не могла даже ответить. Ног, выпустив руль, подошел к ней. Слабые от света воды позволили ему, нагнувшись, рассмотреть бледное лицо девушки. Ну что? Нет, ничего. Я могла бы долго вести. Весла не очень тяжелая. Но только ручки у них толстые. Давайте-давайте, я отдохну. Тучи сгустились. Ветер стал ударять сильными густыми рывками. На лицо Гелли упала капля дождя, и в отдаленном углу земной тьмы блеснул короткий голубой свет. Лодку покачивала, вода зловещей всплескивала. Гелли, надо пристать к берегу. Будет гроза, переждать ее на воде немыслимо. Лодку затопит ливнем или опрокинет ветром. Держите руль к берегу. Вы правы, Трубник. В такой непогоде страшно оставаться на воде. Место, куда они пристали, было рядом невысоких песчаных бугров. Путешественники сошли на берег. Ног, опасаясь, что вода от ливня сильно поднимется, с большими усилиями втянул лодку между буграми в естественное песчаное углубление. По берегу тянулся редкий высокий лес, являющийся плохой защитой от грозовой бури. Мы вымокнем, с чем примиритесь заранее. Некуда скрыться, впрочем. Попытаемся. Что с вами, вы боитесь? Нет, но из-за грозы мы потеряем время. Неприятно останавливаться. Ужасно неприятно, но ничего не поделаешь. Идите сюда, Гелли. Может, эта густая листва спасет нас от дождя, который, кстати, уже начинается. Они встали под деревом, с тоской прислушиваясь к шуму его листвы, по которой защелкал дождь. Ветер, затихая на мгновение, ударял снова, как бы набравшись сил, еще резче и неистовее. Наконец скопнула жутким синим огнем гигантская молния, по земле яростно хлестнула дождем, и взрывы неистового грома огласили пустыню. Мокрые, как губки в воде, Гелли и Нолк стояли в ошеломлении, прижавшись спинами и затылками к стволу. Я задыхаюсь, Трумбик. Ветер душит меня. Гелли, выйдем на открытое место. Мы все равно вымокли насквозь. Видите, какая молния? Опасно стоять под деревом. Дайте руку, чтобы не потеряться. Я никогда не видела такой грозы, Трумбик. Никогда. Держа девушку за руку, ежеминутно расползаясь ногами в скользкой грязи и высматривая, пользуясь молнией, свободной от деревьев места, Ног одолел некоторое расстояние, но убедившись, что далее лес становится гуще, остановился. Вдруг сквозь ветви он заметил огненную неподвижную точку. Почему вы остановились, Трумбик? Что это? Или мне кажется, смотрите, Гелли, свет. Где? Я ничего не вижу. Да вот, прямо за кустом. Повернитесь сюда. Окно, жилье, люди. Вы видите, Гелли? Окно, люди. Да, я вижу теперь. Огорок свящей вот прям в бутылку. О, Трумбик, бежим скорее под крышу. Ну, что же вы? Господи, что же это я, дурак, радуюсь. Ведь именно жилья и людей мне следует избегать. А вдруг меня опознают. Ну, уже чего вы ждете? Сейчас, Гелли. Дайте отдышаться. Будь что будет, положись на судьбу. И на револьвер. В конце концов, в подобной глуши мало шансов знать кому-либо мои приметы и бегство. А я так устал и азиап. Пойдемте, Гелли. Только ради Бога, слушайтесь меня. Не объясняйте сами ничего, если вас о чем-нибудь спросят. Неизвестно, кто живет здесь. Нам могут не поверить, если мы скажем правду. И тогда жди неприятностей. Если понадобится, я расскажу выдумку, более правдоподобную, чем истину. Вы согласны? Да, да. Ну, пожалуйста, Трумбик, идем. Так хочется скорее попасть в сухое место. Через минуту они стояли у низкой двери бревенчатой хижины, без изгороди и двора. Ног постучал в дверь. Кто стучит? Застегнутый грозой. Мы просим временного укрытия. Ну вот как. Недорог, иди-ка сюда. Эй, ты, лохматый лентяй. Сколько вас? Двое. Мужчина и женщина. Откуда здесь женщины любезней? Стоит ли объясняться через дверь? Пустите. Мы устали и намокли. Ладно. Я вас пущу. Но помните, что Медор без намордника. А в руках я держу двуствольный штуцер. Сходите по одному. Первой пусть войдет женщина. Встревоженная Гелли еще раз за время этого разговора почувствовала силу обстоятельств, бросивших ее в необычайные, никогда не испытанные условия. Впрочем, она уже несколько претерпелась. Звякнул отодвигаемый засов, и путники оказались в низком, грязном, но светлом помещении. От их одежды на полу мгновенно образовалась целая лужа. Медор, ху! Ху, Медор! Хватит их отнюхивать. Иди на место и следи оттуда. Хозяин хижины загнал собаку двумя пинками в угол, где, покружившись и зевнув, волкодав лег, устремив беспокойные глаза на Гелли и Нокко. Хозяин был костлявый, невысокого роста, лет сорока-сорока пяти человек, с румяным, неприятно открытым лицом и с маленькими ясными глазами, окруженными сеткой морщин. В очаге, сложенном из дикого камня, горели дрова, над огнем кипел черный котелок, а над ним, шипя и лопаясь, пеклось что-то из теста. Под полками с небольшим количеством необходимой посуды висели ружья, капканы, лыжи, сетки и штук пятнадцать клеток с певчими птицами, возбужденно голосившими свои нехитрые партии. На полу стоял граммофон в куче сваленных старых пластинок. Все это было достаточно густо и спещрено птичьим пометом. Вот так вот, дорогие гости, садитесь. Вас, вижу, я хорошо выстрела. Садитесь, грейтесь. Спасибо, мы и правда сильно устали. Да уж. Ну что ж, давайте знакомиться. Поставлю-ка, пожалуй, ружье в угол. Ну его. Эх, бедная барышня. Я предложу вам, господа, кофею. Вот вскипел котелок. А, барышня? Благодарим вас, это очень любезно. Я заплачу. Есть и пить, правда, необходимо. Дайте нам то, что есть. Ну, разве берут деньги в таком положении? Чего там? Ешьте, пейте, отдыхайте. Я всегда рад услужить, чем могу. Вот хлеб. Холодное мясо. Масляная лепешка. Горячая. Только с огня. А вот... Вот и кофе. О, да тут целый пир. Я понимаю, что значит оказаться во власти стихии. Жутко. На то мы и люди, чтобы помогать друг другу. Не так ли? Спасибо вам. Вы очень добры. Спасибо. Не угощайтесь, угощайтесь. Сам я, знаете ли, зарабатываю продажей птиц, которых обучаю с помощью граммофона всевозможным мелодиям. Потеха. Эти пташки так подражают музыке, что ни один человек не внимает этому без умилений и восторгов. Да вот, хотите сами убедиться. Сейчас, сейчас включу граммофон. И... Хотя... Вы уж простите меня, дурака. Молодые люди проголодались, а я вздумал забавлять их. До того ли. Всему свое время. Вдруг хозяин резко повернулся к ногу и посмотрел на него в упор. Кстати, вверху тоже дожди. Мы едем снизу. В Зурбагане отличная погода. А как вас зовут? Гутан. Милая, а что если Труновик и Гелли попросят этого доброго человека указать где-нибудь поблизости сговорчивого священника? Как ты думаешь? Гутан поставил кружку на стол столь осторожно, словно боялся, что малейший стук заглушит ответ девушки. Она опустила глаза. Резкая бледность мгновенно изменила ее лицо. Делай как хочешь, дорогой. Ты же знаешь, я во всем с тобой соглашусь. О, и гроза уже стихает. Вы не представляете, Гутан, как долго мы мечтали о свадьбе. Если бы не проблема с родными, мы бы и не уезжали из Зурбагана. Но приходится все делать в тайне. Вы уж не выдавайте нас. Конечно, конечно. Я на вашей стороне. Семейный деспотизм – штука ужасная. Только как мне не жаль вас, господа, должен я сказать, что вы проехали. Да, деревня лежит ниже. Верст десять назад. Там есть отличный священник. В полчаса он соединит вас и возьмет, честное слово, сущие пустяки. Что же, беда не велика. Все, видите ли, вышло очень поспешно. Толком расспросить было некого. И мы, купив лодку, отправились из Зурбагана, рассчитывая, что встретим по пути какое-нибудь селение. Виноваты, конечно, сумерки. А нам с Гелли много было о чем поговорить, но вы сами понимаете. Вот заговорились и просмотрели деревню. А, как не понять. Дело молодое. Поедем. Дождя нет уже. Ты волнуешься и торопишься, Гелли. Но не беспокойся. Все устроится. Садись. Девушка с недоверием посмотрела на своего попутчика. Однако ей не оставалось ничего другого, как сесть. Она постаралась улыбнуться. Охотник подошел к очагу и стал неторопливо поправлять дрова. Смешные вы, господа, люди. Молодость, впрочем, имеет свои права. Скажу я вам, что опасайтесь подозрительных встреч. Два каторжника бежали на прошлой неделе из тюрьмы. Одного поймали. Одного поймали вблизи варда, а другой... Хозяин повернулся, как на пружинах, с приятной улыбкой на разгоревшемся румяном лице и быстро, но непринужденно уселся за стол. Его прямой неподвижный взгляд, обращенный прямо в лицо нока, был бы оглушителен для слабой души. Но молодой человек отличался мужеством и выдержкой. Что это? Вы пролили кофе? Действительно, не заметил, простите, заслушался. Так что же с другим? Ну вот, а другой... Другой, представьте себе, бродит в окрестностях, как я полагаю. А бегство мошенников было, видите ли, напечатано в газете. И приметы их там указаны. Да, но нас, знаете, грабить нечего, мы почти без денег. Правда же, Кумбик? Так что едва ли нам стоит бояться. Какая прелесть эта желтая птичка! Как она называется? Это певти-дрозд, барышня. Примилое создание. Гели трудно напугать, милый Гутан. Что ж касается меня, то я совершенный фаталист во всем. Вы, может, и правы. Советую вам посмотреть лодку. Вода прибыла. Лодку может умчать разливом. Да, правильно. Гели, я скоро вернусь. Ты же посмотри птичек, развлекись. Вероятно, тебя угостят и граммофоном. А, Гутан? С удовольствием. Ты помнишь, где лодка? Может, сходить с тобой? Не беспокойся, я помню, не заблужусь. А ты отдохни пока. Он вышел. Гели знала, что этот человек ее не оставит. Острота положения пробудила в ней всю силу и мужественность ее сердца, способного замереть в испуге от словесной обиды, но твердого и бесстрашного в опасности. Она жалела и уважала своего спутника, потому что он на ее глазах боролся, не отступая до конца, как мог, с опасной судьбой. Хозяин подошел к двери и плотно прикрыл ее. Эти певчие дрозды, барышня, чудаки, страшные обзоры. Во-первых, они... Ладно, будем вести дело на чистоту, барышня. Клянусь, я вам желаю добра. По всему видно, что вы девушка из хорошего круга. Знаете ли вы, кто этот господин, с которым вам так хочется обвенчаться? Ну, естественно, да, знаю. Объясните ваш странный вопрос. Это не трудно. Читайте здесь, барышня. Я знаю, что говорю. Вот тут. О первом написано, а вот ниже, вот тут. Читайте. И ног. Двадцати пяти лет, высокого роста, правильного и крепкого сложения. Волосы вьющиеся, рыжеватые, глаза карие, лицо смуглое, под левым ухом большое родимое пятно величиной сбок. Длинные руки и ноги, брови короткие, других примет не имеют. Видите? Разве это не точное описание вашего спутника? Ага. Ну, читайте дальше. Каждый, обнаруживший местонахождение указанных лиц или одного из них, обязан принять все меры к их задержанию. Или же в случае невозможности этого, поставить местную власть в известность относительно указанных преступников, за что будет выдано установленное законом награду. Ну, что скажете, денежки в наших руках. Гелли машинально провела рукой по глазам. Прочитанное не было для нее новостью, но отнимало и окончательно самые смелые надежды на то, что она могла крупно, фантастически ошибиться. Она возобновила игру. Что же вы молчите? Не скрою, я растеряна. Боже мой, какой ужас. Да. Не мое дело допытываться, как он и так скоро обошел вас. Но вот с кем вы хотели связать судьбу. Теперь у вас есть хорошая возможность расквитаться с ним. Да еще и заработать. А? Согласитесь, не каждый день выпадает этакий шанс. Гелли охватила чувство глубокого отвращения к этому человеку, но она знала, как должна вести себя с ним. Не знаю. Не знаю, это так неожиданно. Я понимаю. Вам нелегко примириться с фактами. Я очень обязана вам. Вы видите, я потрясена. Что же мне делать? Помогите задержать его. И я клянусь вам, я не только доставлю вас обратно в город, но и уделю четвертую часть награды. Молодые барышни любят принарядиться. Тем более, ваш костюм... Нуждается в замене, не правда ли? И промок, и вообще... Не так, чтобы очень. Жизнь дорожает, а я хозяин своему слову. Рука Гелли невольно качнулась по направлению к пышущей здоровьем щеке-охотника, но девушка перемогла оскорбление, не изменившись в лице. Что скажете? Хорошо, согласна. Я не умею прощать. Он скоро придет. Вы не боитесь, что отпустили его? Нет, он ушел спокойно. Даже если и догадывается, что маска сорвана, одного меня он, конечно, не побоится. У него револьвер. Оттянутый карман в мокром пиджаке заметно выдает его форму. Я должен его схватить сзади и связать. А вы для этого... Вы подведете его к клетке. И займите какой-нибудь птицей. В это время достаньте незаметно из его кармана револьвер. Вот и все. Иначе я срамлю вас на весь город. Вы не докажете, что не были с ним заодно. Хорошо. Да, вы сообразили, хорошо. Я так и сделаю. Улыбайтесь. Улыбайтесь. Вы побелели. Он идет, слышите? Слышу. Все в порядке, и дождь утихает. Надеюсь, я не заставил вас скучать. Как ты, милый? Прекрасно, Нок. Птички просто великолепные. Охотник не догадался сразу, что внезапная перемена имени выдает положение. Но беглец понял. Револьвер был уже в его руке. В чем дело? Подождите меня на улице, Гелия. Конечно. Защищайтесь, Нок. Вы в опасности. Ах так! Девчонка! Мидор сюда! Последним воспоминанием Гелли были два мгновенно преображенных мужских лица. Она отбежала шагов десять в мокрую тьму кустов и остановилась, слушая всем своим существом. Листовый ларь. Выстрел. Второй. Третий. Два крика. Сердце гелли стучало, как швейная машина в полном ходу. В полуоткрытую дверь выбрасывали стены, быстро меняющие место и очертания. Спустя несколько секунд звонко вылетело наружу оконное стекло и наступила несомненная, но удивительная в такой момент тишина. Наконец, кто-то черный от падающего сзади света вышел из хижины. Гелли! Гелли, где вы? Я здесь. Пойдемте. У вас кровь на лице. А, пусть сидят, губа разбита. Вы убили? Собаку. А тот? Я связал его. Он сильнее меня, но мне посчастливилось запутать его в скамейках и клетках. Там все опрокинуто, и рот я ему заткнул какой-то тряпкой. Надеюсь, мы успеем скрыться, прежде чем его заметят. Ну и на редкость неприятный человек. Вам его жаль? Нисколько. Наживаться на чужих нещать их, это низко. Спасибо вам, Гелли. Так тяжело, как теперь, Гелли не было еще никогда. Лесная тьма, борьба, кровь, предательство, жестокость, трусость и грубость подарили новую тень ее молодой душе. Уму было все ясно и непреложно, а сердцу противно. Вот она. Наша лодка спасительница. Я вылил из нее воду, так что мы можем плыть. Давайте руку, Гелли. Они двигались в полной тьме. Вода сильно поднялась. Более внятный шум ускоренного течения звучал тревожно и властно. Несколькими ударами весел ног вывел лодку на середину реки и приналек на весло. Тогда, почувствовав, что связанный охотник и застреленная собака, отрезанная, наконец, от нее расстоянием и водой, Гелли заплакала. Иного выхода не было ее потрясенным нервом. Она не могла ни гневаться, ни быть безучастной к только что происшедшему. Особенно теперь, когда от нее не требовалось более того крайнего самообладания, которое пришлось выказать у Гутана. Да, ради Бога, не плачьте, Гелли, не плачьте, я виноват, я один. Мне можно было сказать все, все сразу. Мне можно довериться, или вы не понимаете этого. Вероятно, я не пустила бы вас в эту проклятую хижину. Да, но я только теперь узнал вас. Моя сказка о священнике в браке не помогла, он знал, кто я. Простите, Гелли, что вам пришлось из-за меня подвергнуться опасности, ведь он мог принять вас за мою сообщницу. Кстати, как и что сказал он Гутан? Гелли коротко передала главное, умолчав о четверти награды за поимку. Нет, ты не стоишь этого, и я тебе не скажу. Впрочем, он стал таким смирным, даже режным. Что вы? Ничего, это нервное. Завтра утром вы будете дома, Гелли. Течение хорошо мчит нас. Да. Так вы... Вы догадались? Мужчине вы не рискнули бы рассказать историю о вашем приятеле. Пока вы спали, у меня вначале было смутное подозрение. Голое почти. Затем я долго бродила по берегу, купалась, потом вернулась. Вы спали. И здесь, почему-то снова увидев, как вы спите, так странно и как бы привычно закрыв пиджаком голову, я сразу сказала себе, его приятель, он сам, плохим другом были во себе ног. И право за эти две ночи я постарела не на один год. Вы... Вы поддержали меня? Хорошо, по-человечески поддержали. Такой поддержки я никогда не встречал. А другие? Другие. Ладно, я расскажу вам все, если хотите. Хочу. Детство свое я вспоминать не люблю. Моя мама умерла вскоре после моего рождения. Отец бил и 30 раз выгонял меня из дома, но напиваясь прощал. Он сильно бил. Потом мне окончен университет, работа в транспортной конторе. Потом... Встреча в парке. При подкупающих звуках оркестра с прекрасной молодой женщиной. Ее звали Темеза. И она казалась мне лучше всех людей на свете. Вы не представляете, Гелли, как сильно и пылко мне хотелось обрести в ней все, чем безыскусственные, но ненасытные души наделяют образ любимой. Эта женщина явилась причиной всех моих последующих несчастья. Я так верил ей. Я слепо воображал, что она совершенно как произведение гения. Я даже предположить не мог, что сам был для нее пятой по счету прихотью. Пятой. Моя благоговейная любовь сначала ее занимала, но... Но вскоре надоела. Однако она уверяла меня в обратном и обещала бежать со мной от своего мужа. Да-да, она была замужем. Если я раздобуду большую сумму денег, чтобы нам было на что жить. Я добыл ее. Ценой преступления. Это была весьма крупная сумма. И что же? Ты мазать коварно обманула меня, взяв эти деньги и сбежав с новым любовником за границу. Я так был подавлен и ошеломлен ее вероломством, что остался глубоко равнодушным и к аресту, и к суду. Лишь впоследствии, два года спустя, в удушливом каторжном застенке, я понял, к чему пришел. Что же вы намерены теперь делать? Вам хочется разыскать ее? Зачем? Но вы же ее так любили. Никакая любовь не выдержит такого огня. Мое сердце давно пусто и выжжено. Теперь, если удастся, я переплыву океан, чтобы замести следы. Вот и все, Гелия. Усните. Какой сон! До того ли? Однако я ведь ничего не могу для него сделать. Может быть, в городе? Ну что, прятать? Ему нужно покинуть Зурбаган как можно скорее. В таком случае я выпрошу отца денег. Да, правильно, это единственное, что ему нужно. Не берите в голову, Гелия. Забудьте все это. У каждого свои проблемы. Нок, вы зайдете со мной к нам? Нет. И более того, я высужу вас у станции, а сам проеду немного дальше. Но мысленно он зашел к ней. И это сильно взволновало и рассердило его. Но всмолк, умолкла и девушка. Оба, подавленные пережитым и высказанным, находились в том состоянии свободного, невынужденного молчания, когда родственность настроений заменяет слова. Когда в бледном рассвете, насквозь продровшее, синевой вокруг глаз, пошатывающийся от слабости, гелия услышала отрывистый свисток паровоза, звук этот показался ей замечательным по силе и красоте. Она ободрилась, порозовела. Низкий слева берег был ровным лугом. Невдалеке от реки виднелись черепичные станционные крыши. Нок высадил Гелли. Ну вот, вы через час дома. Все. Так мы расстаемся, Нок? Да. Слушайте, а я сейчас. Вот, это мой адрес. Поверьте, я помогу вам, если понадобится. Вы можете рассчитывать на меня. Прощайте, Гелия. И простите меня. Удачи вам, Нок. Она улыбнулась, примиренно кивнула головой и отошла. Но часть ее осталась в неуклюжей рыбачьей лодке, и эта-то часть заставила Гелли обернуться. Не зная, какой более крепкий привет оставить покинутому, она подняла обе руки, быстро вытянув их ладонями вперед к Ноку. Затем, полная противоречивых смутных мыслей, девушка быстро направилась к станции, и скоро легкая женская фигура скрылась в зеленых волнах луга. Трамвайная улица, 14-16. Ну и девушка, ты не подумала даже, как предосудительно оставлять в моих руках адрес? Можно ли так рисковать с собой из-за случайного попутчика? Но теперь никто не прочитает его. Все! Все! Нет больше предательской бумажки. Я к тебе не приду, Гелли, потому что... Потому что, Господи, полюбил тебя. Да, да, люблю. Люблю тебя, Гелли. Нок рассчитывал миновать станцию, но когда стемнело и он направился в Зурбаган, предварительно утопив лодку, голодное изнурение двух суток настолько помрачило инстинкт самосохранения, что он, соблазненный полосой света станционного фонаря, тупо и вместе с тем радостно повернул к нему. Рассудок строго кричал об опасности, но воспоминание о Гелли безотносительно к ее приглашению почему-то явилось ободряющим, как будто лишь знать ее было само по себе защитой и утешением. Нок не хотел идти в здание станции, это было бы безумием, а намеревался найти меж запасных путей будку или сторожку с человеком, настолько заработавшимся и прозаическим, что по недалекости и добродушию он, приняв беглеца за обыкновенного городского бродягу, дал бы ему за деньги перекусить. Но сторожка, на которую он вскоре набрел, оказалась пуста. Нок подошел к ней и осмотрелся. Над грубой койкой на полке лежал завернутый в тряпку хлеб. Рядом с ним бутылка молока и жестянка с маслом. Ни звука, ни вздоха не слышалось в этом уединенном месте, но почему-то неотразимое ощущение опасности вдруг повисло над душой беглеца. Он взял хлеб и поспешно вышел, с пустой, легкой, шумной от напряжения головой, едва удерживаясь, чтобы тотчас же не набить рот влажным мякишем. Нок шел по направлению к Зурбагану, удаляясь от станции. Справа тянулся ряд угрюмых вагонов, слева песчаная дорожка, и за ней выступы палисадников. В верхушке деревьев уныло чернели в полутьме неба. Внезапно, как во сне, из-за вагона упал на песок, быстро побежав к Ноку огонь ручного фонаря. — Кто тут? — Эй, стой! — Вы мне? — Тебе, тебе! А ну, пойди сюда! — Я... я... — Иди сюда, говорят! — Да я тороплюсь! Я ищу своего друга, он должен быть где-то здесь, вы не видели? — Что ты болтаешь? Тут не место для прогулок. — Я тоже так думаю. Если встретите его, скажите, что я ушел. — А ну, хватит болтать! — Куда? — Куда? Стой! Стой! — Что происходит? — Кто это? — Кто это? — Держите, держите этого парня! Тут что-то нечистка! — Давай, ребята! — Скорее! Скорее, кто уйдет! — Ложи его! — Как лекарь! — Держите, держите! — Держите его! — Давай его! Нок спрыгнул между вагонов. Затем он помнил только, что, вскакивая, пролезая, толкаясь коленями и плечами о рельсе и цепи, спрыгивал и бежал в предательски тесных местах, пьяный от страха и тьмы, потеряв хлеб и шляпу. Скачив на грузовую платформу, он увидел, как впереди скользнул вниз прыгающий красный фонарь, за ним второй, третий. Сзади, куда обернулся ног, тоже прыгали с тормозных площадок настойчивые красные фонари, шаря и светя во всех направлениях. — Да вы че-то здесь! Нок тихо скользнул вниз, под платформу. Единственным его спасением в этом прямолинейном лесу огромных глухих ящиков было держаться одного направления, куда бы оно ни вело. Кружиться и путаться означало гибель. В одном месте Нок стукнулся головой о нижний край вагона. От силы удара молодой человек чуть не свалился навзничь, но, пересилив боль, пополз дальше. Боль, одолев страх, прояснило сознание. Им, видимо, руководил инстинкт направления, иногда действующий в случаях обострения чувств. Шатаясь, Нок встал на свободном месте, то была песчаная дорожка, ведущая через сады кустырю, за которым начинался лес, примыкающий к Зурбагану. Нок бросился в защиту деревьев, как в родной дом. Единственной его целью пока было отдалиться как можно дальше от преследователей. Однако через 15-20 минут наступила реакция. Тело отказалось работать, оно было разбито и исцарапано. Покорность изнеможению заставила Нока сесть. Сев, он уронил голову на руки и стих. Ах, Гелия теперь дома. Да, она, наверное, уже дома. У нее хорошо, тепло. Там светлые комнаты, отец, сестра, лампа, книга, картина. Милая Гелия, ты, может быть, думаешь обо мне? Она приглашала меня зайти, дурак. Как я хочу быть там? Хочу тепла и света, страшно, нестерпимо хочу. Ну что же, еще же не все потеряно. Не вешай голову, Нок. Иди в город и отыщи ее по адресу. Впрочем, я разорвал его. Я разорвал его! Я разорвал его. Все правильно. Да нет, я был бы настоящим преступником, вздумав идти к этой девушке, не виноватой ни в чьей судьбе. За что она должна возиться с бродягой, рискуя сплетнями, допросами, обидой? Нельзя, 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 нельзя. И вообще, не нужно мне было читать адрес. Надо было сразу разорвать эту проклятую бумажку. А теперь мне труднее бороться с искушением. Что там было? Что же... Что? Да я, кажется, забыл. Неужели забыл? Попытавшись еще и еще вспомнить написанное, Нок убедился в полной неспособности памяти воспроизвести пару легко начертанных строк. Он смутился и рассердился на себя. Он хотел сам не пойти. Теперь воля его была ни при чем. Им распорядилась без принуждения его память. Она же сделала его одиноким. Он как бы проснулся. Гелли и Зурбаган внезапно отодвинулись на тысячу верст. Город, пожалуй, скоро вернулся на свое место, но это был уже не тот город. Когда возбуждение улеглось, Нок вспомнил о потерянном хлебе. К удивлению беглеца это воспоминание не вызвало приступа голода. Но озноб и сухость во рту, принятые им как случайные последствия треволнений, усилились. Колени ударяли о подбородок, а руки, сложенные в обхват колен, судорожно сводило лихорадочными, неудержимыми спазмами. Я не должен спать. Я не должен спать. Если я заснул, то завтра совсем обессилевшую меня смогут. Меня сможет поймать не только здоровенный мужчина в мундире, а и простая кошка. Я не должен спать. Надо встать и идти. Встать и идти. Я не должен спать. В какую же сторону я пойду, господа деревья? В какую? Молчите, да? Скорее думайте. Я жду. Ночная смена. Ты, старина, гудок, не смолкая, мне говорить больше не с кем. И помилуй бог, идти не к кому. А идти надо. Надо. Сравнительно скоро Нок очутился на ровном просторном месте и сквозь дремотный и возбужденный жар понял, что близок к городу. Он сел, растянулся и задремал. Затем погрузился в больной сон и проспал около двух часов. Сверкающий дым труб, солнце и постройки городского предместья предстали его глазам, когда, подняв голову, вошел он ослабевшей душой в яркий свет дня. Скоро Нок очутился в городе. Он открыл дверь первого попавшегося трактира, сел и попросил есть. Но тут он с беспокойством и тоской увидел, что глаза всех посетителей, слуг и хозяина, молчаливо обращены на него. Он с трудом проглотил ложку соленого горячего супа, есть ему не хотелось. Нок положил на стол серебряную монету. А что это с вами? У вас странный вид, ей-богу. Ничего, все нормально. Может, чем-нибудь помочь вам? Нет, нет, спасибо. Не обращайте, господа, никакого внимания. Я рано вышел из больницы, вот что. Аппетит еще не вернулся. Ах, вот в чем дело. Ну что ж, выздоравливайте. Да, да, спасибо. Выйдя на улицу, Нок очень тихо, бесцельно пересек несколько пустырей и пошел к центру города. Здесь, неподалеку от площади, светлый шар, он посидел несколько минут на бульварной скамейке. Теперь надо дойти до порта и спрятаться в угольном ящике одного из пароходов, готовых к отплытию. Но стоит ли идти в порт днем? Ведь он как вокзал, разумеется, набит сыщиками. Опасно. Опасно двигаться, опасно сидеть. Все для тебя опасно, Нок. После гутана и вчерашней скачки с препятствиями. Он встал, маленькими неверными шагами одолел приличное расстояние от площади до цветного рынка и сел снова на краю маленького фонтана среди возившихся в песочнице детей. Здесь на него бросился человек. Стой! Стой! Стой, кому говорю! Стой! Стой! Тебе все равно не уйти от нас! Держите! Держите этого типа! Не уйдешь, собака! Нок побежал. И это были последние его силы, которые тратил он, вне себя, содрогнувшись в тоске и ужасе. За ним гнались. Гнались так же быстро, как бежал он, кидаясь от угла к углу улиц, сворачивая и увертываясь, как безумные. И вдруг, с чугунной дощечки одного из домов сорвавшись, ударило его в сердце надпись забытой улицы, где жила Гелли. Его глаза не могли ошибиться. Теперь, казалось, он всегда помнил номера квартиры и дома. Лишенный способности рассуждать с ощущением счастья, которое вот-вот вырвут из рук, а самого его отбросить далеко назад, в тяжелую тьму страдания, Нок повернулся и разрядил весь револьвер чуть выше голов побежавших назад людей. Улица шла вниз с крутыми зелеными поворотами, узкая, как труба. Увидев спасительный номер дома, Нок ворвался в него, остановился на четвертом этаже крутой лестницы, сначала позвонил, а затем рванул дверь, и ее быстро открыли. Потом он увидел Гелли, а она... Жалкое подобие человека, хватающегося за стену и грудь. Гелли! Нок! Чш-чш! Гелли, милый Гелли, я весь... Все, тут. Анна! Не волнуйся, Нок, это моя сестра. Ты звала меня, Гелли? Да, Анна, запри скорее дверь. Хорошо. А теперь позови садовника и Филиппа, потом позвони дяде. Я поняла, сейчас! А мы, Нок, пройдем черным ходом через сад к доктору. Вам необходима помощь. Спасибо. Спасибо вам, Гелли. Я же говорила, что вы можете рассчитывать на меня. Минут через пятнадцать указания почтенных прохожих надоумили полицию позвонить в эту квартиру. Чины исполнительной власти застали оживленную игру в четыре руки двух девушек. Обе фальшивили, были несколько бледны и кратки в ответах. Впрочем, визит полиции не вызывает улыбки. Извините, вы не видели человека, похожего на бродягу? Человека, похожего на бродягу? Нет, мы вообще не слышали, бежал кто по лестнице или нет. Мы занимаемся с сестрой и могли не услышать. А что, он опасный преступник? Весьма. В таком случае, мы желаем вам скорее задержать его. Спасибо. Простите за беспокойство. Пошли дальше, ребят, здесь никого нет. И кому в голову пришло бы спросить барышню из почтенной семьи, не вы ли спрятали каторжника? Дальнейшее составило бы материал для целого романа, но мы ограничимся главным. А главное вот что. Ног благополучно переплыл море, и там, за границей, через год, обвенчался с Гелли. Они жили долго и умерли в один день. Вы слушали радиоспектакль «Сто верст по реке» по одноименному произведению Александра Грина. Редактор субтитров А.Семкин